Всем привет, мой Влад. Как вы видите, на ваших экранах сейчас написано то, что добавили выживание 7. Это история официально от Майнбарса, я её заметил только сегодня утром. Прямо перед вашими глазами хочу впервые посмотреть на это выживание. Написано, что оно без доната, без креатива, усложнённое выживание. Хочу очень взглянуть, что меня будет сейчас встречать. Вот оно, выживание 777. Я думал, они имеют в виду просто 7. Оказывается, тут 3 семёрки. Не знаю, зачем они сделали именно так. Давайте глянем. 37 человек прямо сейчас тут играет. У меня нет прав для ГМ1, для Флая, но почему-то у меня тут есть ГД, странно. Не знаю, зачем мне тогда ГД, если тут всё равно нельзя. Я вижу то, что здесь ни одного донатера на сервере. Прописываю донат. Опа! На данный момент доната в этом режиме нету. Почему-то теперь добавили вот такую землю. На самом деле это интересный ход. Почти такой же спавн, просто имеет немножечко другие отличия. Ну и мне кажется, что это выживание будет более-менее оптимизировано, потому что варпы будут все на месте, всё будет на месте, потому что донатер не будет ничего здесь редактировать под себя. Вот ещё очень интересно. Тут есть подарки. Они будут ли работать здесь? Опа! Сразу два подарка нашёл в одном на других видеороликах. Я не мог открывать подарки. Ну и тут, в принципе, то же самое. Подарок просто берёт и не открывается. Обидно на самом деле, но ладно. Паркур тоже нормально работает, да? Постройки всяких кланов, мне кажется, здесь будет очень сложно. То есть домов тоже это всё очень сложно. Это же обычно всё делают на креативе, да? Мне кажется, в этом выживании какие-то ограничения всё-таки вырубили, потому что, ну, здесь донатеров нет, как видите, можно спокойно что-либо делать. Ничего здесь теперь не беспокоит никого. Я бы на месте админа вырубил бы некоторые ограничения по типу зачарка на всякий большой уровень, да? То есть не на только пятый, да? На шестой, например. Интересно, работает ли ТПР? Так, ТПР уже работает. Это уже хорошо. Уже, видите, какие-то кланы возвращаются в строй. Мэджик Блокса, вроде помню, такой клан есть. И он тут почему-то тоже есть. Так, я хочу быстренько посмотреть, что это за дом. Можно ли посмотреть РГИнфо вообще? Здесь почему-то нету региона, хотя внутри, походу, есть. То есть я могу здесь ставить. Да, владелец, походу, не продумал момент. Так, а выйти я уже здесь не смогу, да? А, смогу, охренеть. В общем-то, повезло-повезло, как говорится. Тут я ожидал, какая-то яма будет, потому что темно. Но нет никакой ямы, в принципе. Видимо, здесь они его забыли заприватить, а внутри заприватили. Какой-то АТЛ Марс. Ну, в принципе, я его такого не знаю. Так, отель Даймонд, кстати, тоже существует. Я вот хотел бы выделить внимание ещё на него. Вообще, работают ли там номера, потому что они должны быть заприватчены. И начинаются лаги, и просто начинаются фризы одни уже, 40 фпс. Вот что ещё заметил. Смотрите, всё, нет, я не могу входить. Всё, это уже работает. То есть тут номера каким-то образом заприватчены. Мне интересно, будут ли их тут продавать. Вы получили 300 долларов за то, что играли 10 минут. Для меня это очень необычно, потому что в основном я получаю по 16 тысяч, потому что у меня привилегия рич. Вот мне кажется, зарабатывать деньги на этом сервере будет намного интереснее, потому что, ну, нету команды ЕКО, то есть оно теперь недоступно привилегиям. Потому что привилегий вообще нет, прописан Джобс. Как заработать денег? Мне кажется, это будет одна из актуальных линеек здесь. Если, конечно, здесь онлайн будет намного побольше, а сейчас время 11 утра по московскому времени, то было бы круто. И, кстати, когда я выхожу за территорию Майнбарса, обычно открывается донат. Но скидки mindbars.ru и доната нет. Донат мира здесь по-любому теперь нету, потому что, ну, донатов же тоже нету, да, донат мира абсолютно тоже. Здесь должны происходить как-то вайпы. То есть, по сути, кланы, которые здесь будут построены, сразу будут пропадать. Это очень странно. В принципе, на этом всё. Мне кажется, это был очень интересный обзор. В основном мы пообсуждали все основные штуки, которые здесь могут произойти, все ситуации, которые происходят обычно. Возможно, я что-то не добавил. Можете добавить в комментариях также сами. Я вам желаю всем приятной игры на этом выживании. Мне лично оно такое среднее. Здесь нельзя использовать креатив. Но стримы сделать здесь также можно. Потому что донатеры тебе телепортироваться не смогут. На большей части это напоминает сервер 2B2T. Конечно, я там ни разу не играл. Мне кажется, там такая же фишка, только это небольшой такой хардкор. Ну, а так, в основном, это очень крутое выживание. Думаю, оно приобретёт свой онлайн. В общем, на этом всё. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok